Сорвавшаяся со скалы мраморная глыба, подобно айсбергу, готова стать непреодолимым препятствием на пути прогулочной лодки. Подобный пейзаж можно встретить только в одном месте северо-запада России. Памятник индустриальной культуры 18 века, мраморный каньон Рускеала, новый символ туристической Карелии. С 1765 года здесь добывали облицовочный мрамор для петербургских дворцов. Дважды возможности местного месторождения изучал Агюст Монферран. Сегодня Рускеалу активно изучают петербургские дайверы. После естественного или, как считают местные жители, умышленного затопления карьера финами в 1939 году, на дне осталось уйма привлекательного железа. На дне стоит узкоколейка от железной дороги, на дне стоит экскаватор, это абсолютно точно. А там есть даже канторские столы, затопленные вот эти вот нижние горизонты, где, ну, какие-то были канторские финские предприятия. Такие природные объекты со следами деятельности человека в Карелии принято называть местами силы. Внезапно здесь можно испытать беспричинный страх или наоборот эйфорию от подключения к энергетике Вселенной. Последняя мистическая метаморфоза, произошедшая с Рускеалой, имела световую и огненную природу. Клуб исторической реконструкции из Петрозаводска сопровождал открытие новой подсветки мраморного каньона. У северных народов была традиция поклонения огню. Огонь был священным, живым, в общем-то, членом семьи, которого оберегали и который оберегал своих домочадцев. Световую экспозицию каньона разрабатывала петербургская фирма. Установкой занимались промышленные альпинисты, также с берегов Невы. Пока реализована только четвертая часть проекта. Специалисты обещают главные сюрпризы, связанные с размещением световых приборов под водой, еще впереди. Здесь в какой-то части свою душу уложил, потому что действительно объект потрясающий с точки зрения исторического своего предназначения для страны, в общем-то, для России. И даже, можно сказать, что в мире, может быть, и единственной. Световая экспозиция горного парка Рускеала – проект для Карелии новый, почти фантастический и в то же время совершенно ожидаемый. Каждый месяц уфологи фиксируют появление над Рускеалой неопознанных летающих объектов. Снежного человека здесь видели всего неделю назад подсвеченные мраморные скалы в этом ряду. Событие совершенно ординарное. В Министерстве экономического развития Республики Карелия, естественно, думают иначе. С вводом по светке время пребывания туристов в Рускеале значительно увеличивается. Это своеобразный рубеж, с которого развитие туризма еще пойдет более быстрыми темпами. Мы действительно присутствуем, я не побоюсь этого высокого слова, при историческом событии, когда древность ожила. С древностью в Карелии наконец-то научились работать. Дело за малым, или точнее, за минимальной инфраструктурой в виде дорог и гостиниц. За последние четыре года посещаемость горного парка выросла в четыре раза – с пяти до двадцати тысяч человек в год. Выдержать больше наплыв туристов этот затерянный мраморный рай пока не может.